Итак, здравствуйте. С вами Сергей Гудков, психотерапевт, семейный консультант, автор книги «Как ходить без детства», «Преды в экологии» и прочее, прочее, прочее. Сегодня мы с вами поговорим о трём потоках жизни. Именно их баланс создаёт ту успешную гармоничную жизнь, которую многие хотят. Эту концепцию я услышал от Алексея Заводчикова из Магнитогорска, и, надо сказать, она очень точно вписывает положение тела. Итак, давайте посмотрим, что вообще за такие потоки есть. Первый поток — это понимание. Это то, когда мы думаем, размышляем, анализируем, делаем выводы. И всё хорошо, просто некоторые люди пытаются жить только одними мозгами, у них всё время расчёты, схемы, ничего больше. Второй поток. Второй поток — это переживания. Здесь имеется в виду как эмоциональное переживание, когда мы переживаем какие-то чувства, так и телесное восприятие, когда мы просто что-то переживаем телом. Так вот, в отличие от первого потока, этот поток позволяет включиться в жизнь. Мы когда переживаем, мы чувствуем себя живыми. Но у некоторых людей проблемы с этим. Некоторые слишком много переживают, пытаются переживать иногда больше, чем они могут переживать. И тогда переживания захватывают одними власти. Там тогда нет какой-то рациональности, какой-то упорядоченности. И всё время бросают из одного состояния в другое. Всё время во власти эмоций, каких-то побуждений сиюминутных. И тогда в жизни нет порядка. И теперь мы обратимся к третьему потоку. Это действия. Действия как какие-то целенаправленные волевые усилия во внешнем мире. Когда мы действуем, мы чего-то достигаем. Тем самым мы можем закреплять результаты понимания и мышления, можем что-то обеспечить себе переживанием. И с этим тоже бывают проблемы. Некоторых людей не хватает времени ни на что другое, кроме как-то действия. Или, скорее всего, они сами много лихорадочно действуют, действуют, действуют. Они не успевают остановиться и подумать, понять вообще зачем, куда, что, каким результатом это приводит. Они иногда не успевают даже это как следует пережить. Им всё время какой-то деятельности. Так вот, застревание в любом из этих потоков даёт проблему. Здесь, ну, это просто голова и пустомыслей, но и жизни мало. Здесь жизни чересчур многое, она не упорядочена. Ну, а здесь какое-то действие, действие, действие. Переживаний есть, но и то совсем мало, и не хватает времени на нормальную рациональность. На нормальную рациональность. Секрет гармоничной жизни просто. Это когда три потока сбалансированы. Когда есть всё. Переживания, действия в внешнем мире. И время, чтобы остановиться, обдумать, сделать выводы. И снова переживать, действовать, снова остановиться. Всё.